Здравствуйте, уважаемые друзья! По вашей просьбе, я изготовлю сейчас нимфу в простом исполнении, которое работает как нимфо-акробат. Для изготовления мне понадобится крючок Тимка 200Р. Я взял, слегка подогнул колечко. Как подгибать, вы уже знаете. Размер его номер 14. Так как нимфочка у нас будет крупная, упитанная, в основном работать будет по окуню и карасю. Немножко огрузил свинцом и одел латунную бусинку 2,5 диаметром. Если ее нет, можно обойтись. Немножко больше необходимо тогда огрузить тело. Не дохожу приблизительно пару миллиметров до нашего латунного шарика. свинец креплю, сажу вот так на клей. Подвигаем, оставляем немножко места. Район грудки желательно, чтобы у нас был огружен. Немножко пропитаю клеем и приступаем к вязанию. Нить я беру где-то 6,0,8,0. Ровница. В начале желательно использовать белого цвета. Закрепим. Перед началом свинца. Свинец пока не проматываем. Проходим по свинцу и оставляем нить за свинцом. В качестве хвостика я буду использовать остатки пера куропатки. Совсем вот небольшая вот такая щепоточка. Вы можете использовать практически любое перо, которое само по себе мягкое. Курица, перепелка, куропатка. То есть то, что у вас будет находиться под руками. Подхватываясь, держишь у свинца. И смотрю, какая длина моего хвостика. Она должна быть незначительной. Где-то приблизительно по величине, как наш торакс, грудка. Оставляем в таком положении. В качестве сегментации по телу я буду использовать, у меня по остаткам, вот такая красная силиконовая резинка. Также, чтобы не нагромождать по телу, я ее закрепляю здесь. У окончания намотки свинца. Буквально прихватил и в натяжечку, вот так проматываю до места крепления хвостика. Здесь оставляем. Нам с вами понадобится еще такой материал, который я употребляю в своей работе. Это кусочек пленки из упаковки. Можно использовать люрекс, какой у вас есть, золотой или, допустим, серебряный, голографический. Любой материал блестящий, который у вас будет под руками. Крепим здесь же, где закрепили нашу резиночку силиконовую. И теперь, окончательно, мы должны с вами придать форму, убрать вот эти все переходы, придать форму нашей нимфочке. И поменяем потом нить. Мы подготовили тело. И теперь нам необходимо нанести совсем немножко, капельку клея на наше подготовленное тело, для того, чтобы наша пленка хорошо подхватилась. И теперь, слегка натягивая нашу пленку, выполним обмотку по телу. И теперь, слегка натягивая нашу пленку. До окончания свинца. И здесь, перехватываем нашу пленочку. Окончательно закрепим и отрежем. И нанесем немножечко на место крепления клея. Прихватили нитка, пока наша остается здесь. Сделаем парочку завершающих узелков. Учитывая то, что наша резинка будет скользить, я поставлю крючок в удобное для себя положение. И в натяжку, соблюдая определенный шаг, выполним обмотку. В данном варианте можно как подкрасить, а потом выполнить обмотку нашей резинкой. Так и можно оставить так, как, допустим, выполняю его я. Большого значения здесь не имеет. Вы уже потом в процессе рыбалки под себя, вы уже будете подбирать, как вам необходимо. Очень качественно, хорошо закрепим нашу силиконовую резинку. Так как она имеет особенность у нас убежать в самый неподходящий момент. Остатки удаляем. Вот такое тело у нас вышло. Теперь, для того, чтобы нам изготовить грудку и лапки для нашей нимфы, здесь есть несколько вариантов. Допустим, можно использовать в качестве лапок и грудки вот такое покрывное перо. Можно использовать и перо CDC, можно использовать и нашего фазана. То есть, как вы захотите. Я вам сейчас покажу промежуточный вариант. Как, допустим, для вас это будет лучше или хуже, вы уже потом под свои материалы определитесь сами. Учитывая то, что, допустим, уже хорошая такая членистая, рябая окраска моего пера, я возьму перо или черка, или древесной утки, то есть, то, что у вас будет под руками. Нет, можно заменить на другое перо. И отрываю необходимое количество обородок, то, которое мне необходимо. Подровняли, отрезали. Остатки держим. И теперь нам остается только лишь с вами вымереть необходимое количество лапок, которые мы будем с вами крепить в нашей мушке. И густоту, длину и все остальное. Обычно я для себя использую несколько вариантов крепления лапок. Можно закрепить их, допустим, в таком положении, а потом подвернуть. Но я хочу вам показать один из методов, которые, допустим, мне очень нравятся, а вы потом уже рассмотрите. Я беру все мои лапки, вот так вот слегка смачиваю и вымеряю длину. Значит, мне необходимо их подвернуть так, чтобы они у меня выходили там, где у меня будет моя грудка. Вымерял длину и притяжной петлей я их вот так вот креплю. Закрепил. Осмотрел. Еще раз перепроверился. Необходимое количество. И мы с вами берем, проматываем теперь место крепления, где будет наша грудка перед шариком. И аккуратно, вот так разравнивая наши перышки, мы с вами поднимаемся уже по телу. Оставляя место для нашей грудки. Теперь остается нам только с вами взять даббинг, который вы уже сочтете для себя необходимым. Это может быть черный, коричневый, зеленый. Можно взять, допустим, использовать и перо павлина. Но, учитывая то, что у меня, допустим, в данный момент перо оранжевое, а это красное, я буду использовать вот такой даббинг для формирования моей грудки. Это спектродаббинг от фирмы HENS. Если у вас имеются вот такие наборы, которые довольно-таки хороши, пожалуйста, используйте такие наборы. Промажем немножко, клеим нашу нить и сформируем грудку. Совсем немножко я беру, допустим, только лишь закрепил, подхватил мой материал и до первого касания моего даббинга, потом я начинаю формировать грудку, подкручивая даббинг. Грудка должна быть значительно пышнее нашего тела. Совсем-совсем еще немножечко добавим, и этого будет достаточно. То есть мы его не расчесываем, не приводим ни в какой порядок, а используем в качестве объемного тела для нашей грудки. Подхватили. Теперь нам остается с вами разделить пополам наши ножки. Нам теперь ничего не мешает, грудку мы уже изготовили. Уводим в сторону и вниз. Если хотите, можно вот так по необходимости закрепить с одной стороны, и потом вот так с другой стороны. Так будет значительно для вас проще, но большой разницы не имеет. И теперь я беру наш чехольчик, одновременно отгибаю вот так мои лапки вниз и назад. Беру остатки пера, которые мы закрепили с вами. И переворачиваем к нашему шарику. Аккуратно, не торопясь, следим за тем, чтобы у нас грудка вышла хорошая. Первый виточек выполняем неплотно, подхватывая немножко. Следим за тем, чтобы лапки мы свои никуда не утянули. Второй витком мы уже подтягиваем нашу грудку. И теперь, для того, чтобы у нас вышла симпатичная и красивая нимфа, обычно заканчивают это все вязание здесь. Я аккуратно перевожу за крепление моих крылышек и грудки нить. Здесь же, чтобы у меня не скапливалось много материала, я наношу капельку клея на нить. И буду выполнять завершающий узел. Вы можете выполнить так, как вы, допустим, сочтете необходимым. Я лишь просто показываю свой вариант, который нравится мне. Понравится вам, пожалуйста, можете использовать. И в этом месте начинаю крепить оставшееся перо. То, которое, допустим, по каким-либо причинам выпадает, взяли и спокойненько удалили. Подровняли, посмотрели. Так как у нас еще клей остался на нитке, промотали окончательно. И я не делаю здесь завершающего узла с расчетом того, что моя нить уже в клею. И она хорошо уже подхватилась. Я его так срезаю. И аккуратно, оставляя буквально 3 миллиметра, полтора, как выйдет по вашему перу, отрезаю не вровень с ниткой, а отрезаю так, чтобы выглядывал у меня вот такой чехлик. И все. Подровняем наши лапки. И наша вот такая нимфочка, которая относится тоже к семейству акробатов. Почему акробатов я в одном из фильмов своих рассказывал? Потому что в момент подергивания она прокручивается, и за счет этого вроде бы чем-то напоминает, как мне объяснял один нахлыстовик, действие акробата. Вот и все, друзья. Вот такая симпатичная приманка готова к работе. Остается только лишь нам добавить на чехлик капельку лака, для того, чтобы он был покрепче. Вот и все. Благодарю за внимание. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok